Симонен послала Соловьёва в прямом эфире. Вот это замечательное русское слово, это то, что больше всего подходит. Вот, мне камеру показали. Накося, выкуси. Путин, ты бандит. Россиянам дошло. Не стыдно, Путин, но ты не президент. Ты бандит. Самый натуральный. Россия уже проиграла войну. Пропагандист Калашников выдал в эфир страшную правду. Вот очень многие успокаивают нас. Ну, Россия не может понести поражение. Россия не может понести поражение. Вот я как мантру иногда слушаю это. Нет, может. Она понесла такие стратегические поражения. Это горячие новости. Всё самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаём этот проект благодаря вашей поддержке. Симоньян послала Соловьёва в прямом эфире. Неужели между пропагандистами произошёл конфликт? Нет, это мы шутим. На самом деле всё банальнее. Симоньян хотела послать Запад, но не нашла камеру, куда посмотреть, чтобы это сделать. И, в конце концов, послала Соловьёва. Потому что смотрела прямо ему в глаза. Ага. Тоже скажешь, когда сядешь в самолёт, а он разобьётся, потому что запчастей новых нет. Каждый пропагандист рад рассказывать, что Россия обойдётся без Запада, но, как говорят, до первой аварии. А такие на России всё чаще и чаще. Жители Курской области уже давно просят российские власти о зелёном коридоре. Да-да, вы всё правильно услышали. Не украинские власти, потому что они давно готовы, а именно российские, которые не дают добро на эвакуацию мирных жителей Курской области. Всё действительно очень просто. Зачем зелёный коридор? Если проще разбомбить вражеские силы вместе со своими гражданами, тогда же и выплаты производить не нужно. В связи с такой реальностью люди начинают массово прозревать. Валерий Владимирович, он бросил нас, как собак. Напрызнул судьбой. Мы живём без света, без газа, без воды. Может сказать, хорошо, что пацаны украинской водой помогают. А вы, россияне, вы куда смотрели, а? Не могли хотя бы договориться, чтобы помощь дать нам какую-то, а? Жаль только, что это прозрение наступило так поздно. Можно то же самое спросить и у вас. Куда вы все смотрели, когда Путин нападал на Украину, и о чём вы все думали, когда он три года уничтожал ракетами жилые дома? В стакан вы смотрели правильно, а за родину за Сталина. Вот теперь и имеете. Соловьёв выставил себя в прямом эфире полным идиотом, ведь солдат из Северной Кореи он не видит, а вот солдат НАТО – да. Попытка окосить под дурака засчитана, но вот не сработала, волочка, нужно лучше стараться. Корейская Народная Демократическая Республика, о которой они говорили вообще с перенебрежением всё, теперь вызывает у них такой панический ужас. Солдаты уже машины. Какие солдаты? Их ещё никто не видел. Нет, но вы слышали, никто не видел корейских солдат, зато солдат НАТО волочка видел лично. Жаль, НАТО об этом не знает. Ну же истерика такая, что Штрах Циммерман говорит, мы должны одеть всех формичен, украиночен, дура. Они и так уже вовсю воюют. И так уже вовсю солдаты Бундесвера, или как он у вас там называется, дохнут на курской земле. Володька, держим в курсе, но шаманские грибы – это этакий источник разведданных, и если ты в пьяном угаре слышишь в голове немецкий язык, это не обязательно значит, что немцы наступают на Курск. Корейцы, да, и инопланеты, и марсиане. Будут, понимаешь? Три с половиной миллиарда марсиан завозим, два миллиона венерианцев, с Меркурия пацаны идут, Нептун пока сомневается, далеко лететь. А Корея вся переходит. А смотри, кто заволновался. Вся переходит. Володька готов мобилизовать всю солнечную систему, чтобы противостоять НАТО, с которой Россия даже не воюет. Вот дожилась вторая армия мира. Слушай, Рудольфович, ну тебе самому не стыдно шутить об этом? Ты ведь сам прекрасно знаешь, для чего россиянам северокорейцы, потому что свои начали заканчиваться, а воевать надо. Нет, мы понимаем, что россиянам об этом знать не обязательно, а то еще Путина любить перестанут, но зачем же так лгать? Сенсация в российской студии. Россия, оказывается, проиграет войну. Вот зараза, Рудольфович с Маргаритой буквально на днях кричали, что никакой Украины не будет, а тут такое заявление. Вот очень многие успокаивают нас, да. Ну, Россия не может понести поражение. Россия не может понести поражение, вот я как мантру иногда слушаю это. Нет, может. Она понесла такие стратегические поражения, вот как раз после Первой мировой войны, когда привели это временное правительство, которое развалило страну, которую потом большевики собирали там по частям. И 91-й год, 90-е годы. Это тоже наше стратегическое поражение. Ну и 22-й тоже ваше стратегическое поражение. Что ж ты не договариваешь? Хотели Киев за три дня, получили Белгородский и Курский фронт. Хотели подвинуть НАТО, удвоили с ними общие границы. Хотели демилитаризацию Украины, получили под боком мощную армию в Европе. Хотели деноцификации, нацифицировались сами. Просто вы пока еще живы, то можете не отдавать себе отчет в том, что на самом деле для вас уже все давно кончено. Все закончилось еще 24 февраля 22-го года. Россияне выгнали из страны всех нормальных актеров, певцов и деятелей культуры, но показывать что-то надо. Вот так на эфиры пробились такие создания, которые в нормальных условиях никогда бы не заинтересовали телеканалы. Но ведь надо петь о русском патриотизме. Враг на нас бросает, танки Бундесвера, Брегли и Пантеры, Абрамсы к нам прут, но мы всех положим. Мы в победу верим, мы в танки играли! И еще в детском саде, мы с детства мечтали в атаку идти! Эта песня, она называется «Танки», я давно про танки хотел сочинить. Вот эти слова наконец у меня пошли, и в танки железно мы стали и стали. Понимаете, это вот выскакивает как-то, а потом думаешь как-то, анализировать бесполезно. Ну, у меня это получается просто, и я очень счастлив, что у меня это есть. Ты проанализируй лучше нотную грамоту, а то так за время своего поединка с культурой музыки ты ни на одну ноту и не попал. Снайпер, что скажешь? Депутат Госдуры Журавлев в эфире у пропагандистов, отвечая на вопросы, деоккупируют ли до зимы Курскую область, засмеялся и ответил, что конечно нет. Вот вам и вся бравада о защите населения, они даже себя защитить не способны. Они говорят так, ну там конечно русские продвигаются, ну там вот они продвигаются на этом фронте, но там у нас, значит, бандерлоги в Курской области, и судя по тому, какая погода, что-то не факт, что их уже оттуда до зимы-то выдавит. Ведь не выдавит, Алексей Александрович, скорее всего. Нет, конечно. Нет, конечно, сказали вы с усмешкой. А что ему плакать, конечно, ему смешно, потому что он приходит, несет полный бред, а россияне почему-то верят. Смеется он и над тем, что получает за это деньги, и над тем, что россияне такие тупые, чтобы ему за это платить. Главная гойда страны Ахлобыстин соблазнился на весь мир. Россия, видите ли, империя, и ей нужно постоянно захватывать новые территории. И нет, это не мы троллем, это он реально такое болтает. Потому что Россия, это империя, а любая империя стремится к экспансии, к расширению. И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой. Глубозакаточную машинку лучше себе закажи, потому что максимум, что вам светит в ближайшие несколько лет, это протекторат над биотуалетами в Московской области. Это, кстати, если будете не сильно выделываться, и вам, в конце концов, хоть Москву оставят. На сегодня у нас все, спасибо, что смотрите горячие новости, поставьте лайк, это очень важно для нас, и поддерживайте ВСУ, война продолжается.